Евросоюз поможет Украине опустошить её хранилище зерна, вывези его в Европу, в том числе морским путём, чтобы освободить место для нового урожая. Боррель заявил. Видите, как интересно. Меня тут обвиняли, что я не понимаю ничего, но я вижу, что я понимаю абсолютно всё в этом, что хотят вытащить всё зерно для нового урожая. Будет этот новый урожай или его тоже вытащат. Для того, чтобы освободить под новый урожай, я думаю, много времени не надо. А вот чтобы голод не наступил в Украине, нужна какая-то продовольственная безопасность, которая как раз складывается прежде всего из количества хлеба. Потому что хлеб это то, что едят люди, чем кормить можно скот и прочее, прочее, прочее. Поэтому очень странная ситуация вокруг этого зерна украинского. Все прыгают прям и боюсь, что сейчас продадут это зерно. И то, что останется ещё при новом урожае, его тоже сразу, я думаю, прям с куста продадут, что называется. То есть, видно, что прям их лихорадит, как они хотят это зерно украсть. Просто безумно. Я это всегда чувствую. Ну, я профессиональный криминолог, поэтому я чувствую тенденцию воровства, тенденцию преступления, тенденцию зла. Вот чувствую я его прям нутром. И вот это мне сильно не нравится. Я вижу, что в Украине готовят голодомор, а украинцы спокойно на это реагируют. Не знаю, будет ли новый урожай вообще. А если будет, то его тоже продадут уже, ведь я думаю, на корню. Там уж представляете, сейчас цены растут. И сейчас можно будет украсть, продать вот это зерно, украсть. Потом снова урожай, что там останется, да, продать, украсть. А потом сказать, Украина голодает, надо собирать, туда отправлять и снова украсть. Вот, три раза получится обворовать одних и тех же людей. Генсек ООН Гутерриш предлагает смесить ограничения на экспорт калийных удобрений из Российской Федерации и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из Украины. Видите, что хотите. Двух зайцев убивают и удобрение получат. Да, и зерно получат. Во, пять баллов просто. Ребята, ребята почувствовали, да, вот. Судьбу за хвост уцепили. Сейчас такой дележ идет, я просто охреневаю. Так, 438 евро за тонну пшеницы. Абсолютный рекорд на рынке Европы. Видите, как здорово. Люди, какие бабки ломанут. Просто космические. И вот пишут, что офис-президент обсуждает с ООН возможность предоставить блокированным кораблям в портах Одесской области международный статус с гуманитарным грузом, чтобы вывести зерно. Ведь так их подорвало это зерно, так им хочется этого зерна. Пока украинские власти уверяли граждан, что запасов зерна в стране хватит на два года, западные партнеры окончательно выдавили полупустой госрезерв Украины, где и так хранилось зерно 23-30 летней давности. С чем остались украинцы, непонятно. И медикиллер пишет, украина вывезли объемы зерна и прочее, в военное время Украина продолжала экспортировать зерно, только в апреле страна экспортировала более 1 миллиона тонн, ну и так далее. Ну да, что-то очень все круто насчет этого зерна. А по поводу 20-30 лет зерно, я вспомнил как-то мы по халяве в 90-е годы мы покупали, с нами расплатились машинами за охрану, газонами. А куда эти газоны, дети? И мы решили их приспособить, чтобы они ездили, возили семечки на маслозавод, который мы тоже охраняли. И вот в одном месте у татар у одних хитрых купили семечки, которым тоже там, я не знаю, 20 или 30 лет было. И мне люди звонят, говорят, какой пипец, я говорю, что такое, у тебя машины горят, я говорю, как горят машины. По радиостанции выхожу, спрашиваю, они говорят, да, машины-то не горят, но мы едем. А за нами, говорит, такой домовал, нас постоянно, говорит, менты останавливают, вы что горите-то. Представляете, едут с семечками, вот 20-30 лет зерно, я думаю, оно так же будет гореть. Зайд вот начал беспокоиться о том, что может произойти, если Украина победит, вот некоторые из СМИ пишут. Ну, я думаю, что да, для них это самая большая сейчас проблема. Так-то все было понятно, Путин захватывает половину Украины, другая часть венграм-полякам, и все нормально. То есть, никаких проблем у них нет, они продолжают кайфовать, да, а тут сейчас будет такой рок-н-ролл. Польша приняла более 2 миллионов беженцев с Украины, поэтому страна нуждается в финансовой помощи, заявил замминистр иностранных дел. Сейчас под эту муку все начнут требовать помощи. Украина запаса зерна на 2-3 года без нового урожая. Я думаю, что это пока, пока, я думаю, пока они не взялись помогать с зерном. Как только возьмутся помогать с зерном, все, этих запасов не будет сразу. Можем с вами забиться, давайте поспорим. Хотите, если у вас твердая уверенность, вы можете пора ставиться совершенно спокойно, поспорим на деньги. Потому что это порожняк. Если ты готов поставить какую-то сумму приличную, да, за свое слово, нет вопросов. Я за свое готов. Архижрец Денис Карр и Айвслава, есть мысль, как они смогут обосновать голод. Когда Пыни сбросит ядерную бомбу, они объявят, что большая часть нового урожая радиоактивный, все жрать нечего, отмазка так себе. Ну, лучше, чем просто не ядерная война Путина с Украиной. Ну, может быть и так. Мне кажется, какой смысл что-то обосновывать. Просто они все увезут, все продадут, куда-то все закинут и что-то заблокируют. Они, видите как, они используют продукты питания для собственного обогащения. А те, кто с ними не в доле, а это половина мира, они их просто блокируют и все не дают никуда не везти. Ну, самое главное, логистика, транспортировка. Не выращивать не будут давать, ничего. Обратите внимание, в Австралии запретили выращивать даже для себя и скоты, и продукты питания. Все же это вещи одного порядка. Просто скажут, продуктов нет, а обосновывать, как раз, их просто нет. Все, и не надо ничего обосновывать. Возможно, молодым это все нах не надо. Молодым как раз все нах надо. Надо просто, среди молодежи, огромное количество тех, кто хочет определенных перспектив. И вы должны им показать. Вы должны им объяснить самое главное, что с путинцами у них нет перспектив. Что они себе испортят биографию, что они испортят себе будущее. Никаких перспектив. Поэтому только против Путина. Неважно с кем. Главное против Путина и всей этой мрази. Все. Тогда перспективы будут огромные. Вот это донесите до молодых людей. Скажите, не порть себе биографию. Не лезь в это говно. Спасибо большое. Да здравствует революция. Смерть тиранам. Власть народу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин